Значит, правила промывки трубочника. Выкладываем трубочник в ковшик, открываем холодную воду, убеждаемся, что это холодная вода. И наполнением ковшика водой видно, что происходит перемешивание трубочника. Живой трубочник оседает на дно, а всю муть сверху мы сливаем, тем самым удаляем из трубочника все остатки его жизнедеятельности, отмерших червей. Значит, проводим эту процедуру до тех пор, пока вода не станет прозрачной, с практически отсутствующими взвесами. Затем наполняем ковшик водой и даем ему постоять. Живой трубочник, видно, собирается на дне ковшика в комок, в плотный такой. После чего мы сливаем все в воду. Стараться надо практически без остатка слить. Трубочник собирается в комок и как бы не мешает. И воды практически не должно быть.